Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Григорий Алексеевич, уважаемые коллеги, друзья, приветствуем вас на очередном совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел России и Республики Беларусь. Нынешняя встреча проходит в год 20-летий договора о создании союзного государства. 20 лет назад наши лидеры, руководствуясь коренными интересами двух народов, приняли решение о выводе российско-белорусских отношений на принципиально новый качественный уровень, и жизнь продемонстрировала верность этой линии. Сегодня Россия и Беларусь – ближайшие союзники и стратегические партнеры, а союзные государства, наряду с Евразийским экономическим союзом, в авангарде интеграционных процессов на нашем общем пространстве. В числе ключевых целей союзного государства – проведение согласованной внешней политики. По решению Высшего государственного совета с 2000 года принимаются двухлетние программы согласованных действий в области внешней политики государств, участников договора о создании союзного государства. Эти программы зарекомендовали себя эффективным инструментом координации действий на международной арене, выработке общих подходов к глобальным и региональным проблемам. И сегодня один из основных пунктов нашей повестки дня – рассмотрение проекта очередной такой программы на 2020-2021 годы. Наши страны поддерживают инициативу друг друга на площадках ООН, ОБСЕ, других международных организаций, выступают соавторами проектов резолюций и решений, совместно отстаивают наши общие интересы, противодействуют попыткам продвигать на многосторонних площадках подходы, которые ущемляют законные права и интересы России и Беларуси, нарушают основополагающие принципы международного права, прежде всего Устава ООН и обязательства в области европейской безопасности. И в этом контексте мы сегодня договорились рассмотреть ситуацию, которая складывается на евроатлантическом пространстве. Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной инфраструктуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств. И мы исходим из того, что необходимо рассматривать эти процессы в контексте имеющихся у всех стран ОБСЕ обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Еще одним вопросом, который у нас стоит сегодня на повестке дня, является стратегическая стабильность ситуации в сфере нераспространения, контроля над вооружениями. Процессы, которые в этих сферах разворачиваются напрямую, затрагивают национальные интересы России и Беларуси. И нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется в сфере контроля над вооружениями. Имея в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне, разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как известно, предложенные российской стороной меры, которые были способны обеспечить жизнеспособность этого договора, были отвергнуты. Сейчас под вопросом судьбы договора о стратегических наступательных вооружениях к этому добавляются и официальный отказ Соединенных Штатов фортифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе. Отмечу и действия наших западных коллег, направленные на подрыв универсальных принципов реализации Конвенции о запрещении химического оружия, что также вносит свою лепту в углубление кризисных явлений в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. И, конечно же, в этих условиях возрастает необходимость нашего взаимодействия по всему комплексу этих проблем, что было бы в интересах предотвращения негативных тенденций в сфере стратегической стабильности. Мы сегодня эти вопросы также договорились рассмотреть. И еще один пункт повестки дня, который стоит на нашей повестке сегодняшнего заседания, он касается задействования рядом наших западных коллег, прежде всего Соединенными Штатами и Европейского Союза, нелегитимного инструментария односторонних санкций в нарушении принципов Устава Организации Объединенных Наций. Эта практика, конечно же, серьезно подрывает доверие и взаимопонимание на мировой арене. Хочу особо подчеркнуть, что, обсуждая все эти острые проблемы и негативные явления на международной арене, которые вызывают серьезную напряженность на многосторонних площадках и в двусторонних отношениях с третьими странами, Россия и Беларусь всегда ориентируются не на негативные сценарии, а на выработку, на поиск конструктивных решений, которые позволили бы преодолеть эти процессы, сказывающиеся весьма отрицательно на положении дел в нашем общем регионе и в целом в международных делах. И отмечу, что наши коллеги, которые готовили проекты решений сегодняшнего заседания, именно из этого исходили, формулируя такие подходы, которые позволят продвигать объединительную, а не разъединительную повестку дня, в чем, собственно, заключается наш общий интерес в процессах, которые происходят в европейском регионе. Уверен, что сегодня наше заседание пройдет в товарищеском ключе, позволит предметно обсудить наши задачи в сфере согласованных действий во внешнеполитической области и выйти на договоренности, которые укрепят наше сотрудничество и союзничество в международных делах. Спасибо за внимание и предоставляю слово Владимиру Владимировичу Макею. Спасибо, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги. Искренне рад принять участие в нашей традиционной ежегодной встрече в совместном заседании коллеги внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Хочу особо поблагодарить за гостеприимство, которое мы ощущаем, как всегда, буквально с первых минут пребывания на российской земле. Действительно, как сказал Сергей Викторович, нынешнее мероприятие проходит в преддверии значимой даты, 20-летия со дня подписания договора о создании союзного государства. Вместе два наших государства прошли нелегкие этапы на пути создания необходимых условий для реализации масштабных экономических и научно-технических проектов, проведения совместной оборонной политики, обеспечения равных прав граждан. Внешнеполитическое ведомство Беларуси и России подошли к этому юбилею с отлаженным механизмом взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях. Сегодня мы выступаем с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживаем друг друга в международных организациях. Это очень ценный багаж. В нынешнем году особый символизм нашему сотрудничеству придали торжественные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося дипломата, министра иностранных дел СССР, уроженца Беларуси Андрея Андреевича Громыка, которые прошли и в Минске, и в Москве, и в ООН, и на других зарубежных площадках. В ближайшее время союзные отношения между нашими странами должны выйти на качественно новый уровень. Как мы знаем, по поручению глав государств Беларуси и России, правительства двух стран ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции. Именно этим вопросом будет посвящено запланированное на завтра заседание Совета министров союзного государства. Как уже не раз отмечалось, представителями правительств наших стран подготовленные интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия. И хотя планируемые к рассмотрению материалы не затрагивают напрямую компетенцию наших ведомств, говорить об отсутствии дорожной карты на внешнеполитическом треке будет не совсем верно. Мы, по сути, успешно выполнили уже десяток таких дорожных карт. Я имею в виду двухлетние программы согласованных действий в области внешней политики наших стран, которые определяют формат белорусско-российского сотрудничества на международной арене. Их реализация позволяет координировать совместную работу на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. Особую ценность имеет наше взаимодействие на многосторонних площадках. Мы четко понимаем обоюдные приоритеты, действуем в интересах друг друга, даже в ситуациях, когда другие партнеры отказываются от прямой поддержки. В практику двух ведомств прочно вошло оказание содействия во взаимном продвижении внешнеполитических инициатив, в частности по борьбе с торговлей людьми, защите интересов традиционной семьи, недопущению переписывания итогов Второй мировой войны, обеспечению международной информационной безопасности, противодействию глобальной наркоугрозе, продвижению интересов стран со средним уровнем дохода, по чернобыльской проблематике и ряду других. За прошедшие два десятка лет Министерство иностранных дел Беларуси и России приобрели значительный опыт в выработке общих подходов к актуальным вопросам международной повестки, в том числе на площадке ООН. И сегодня мы динамично развиваем консультативное и практическое взаимодействие, которое позволяет эффективно решать общие задачи. Более предметно по этой теме обменяемся мнениями в ходе рассмотрения первого вопроса повестки дня. Уважаемые коллеги, в настоящее время одним из определяющих факторов международных отношений является устойчивая тенденция к разрушению современной архитектуры международной и европейской безопасности. В числе причин этого процесса – кризис доверия в отношениях между странами, который неразрывно связан с эрозией существующего инструментария контроля над вооружениями и нераспространения. Это касается и Конвенции запрещения химического оружия, и режима контроля над обычными вооружениями в Европе, и ситуации на конференции по разоружению и в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, и ряда других механизмов. Об этом подробнее, думаю, расскажут наши коллеги. Отдельно остановлюсь на одном из наиболее тревожных на сегодняшний день вызовов – ситуации с договором о ликвидации ракет в средней и меньшей дальности. Выход США привел к росту военно-политической напряженности в различных регионах мира, в том числе и в Европе. В сложившейся ситуации Беларуси и России во взаимодействии с западными партнерами необходимо приложить максимум усилий, чтобы ни в коем случае не допустить появления на нашем континенте ракет соответствующих классов. На разработку декларации о неразмещении таких ракет в Европе направлена инициатива главы белорусского государства, которая созвучна с предложением президента России о моратории на эти вооружения в регионе. Мы рассчитываем на то, что НАТО также осознает необходимость диалога по этому вопросу. Тема деятельности Североатлантического альянса в Европе сегодня более чем актуальна и для Беларуси, и для России. Поэтому включение в повестку дня заседания коллегий Блока взаимосвязанных вопросов о военно-политической активности НАТО у границ союзного государства, координации общих подходов к отношениям с альянсом весьма своевременно. Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного взаимовложительного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе. Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси, будут услышаны альянсом и его странами-членами. Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду. Мы всегда выступали и выступаем за открытый диалог между Россией и НАТО. Абсолютно убеждены в том, что любое обсуждение проблематики укрепления международной европейской безопасности без вовлечения в этот процесс России бессмысленно. В этой связи Беларусь готова и далее совместно с Россией продвигать линию на конструктивное взаимодействие с альянсом в русле открытого обращения министров иностранных дел государств членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развития сотрудничества от 22 мая этого года. Еще одной темой, требующей нашего общего внимания, является практика применения рядом глобальных игроков односторонних санкций. С западными странами и их партнерами предпринимаются последовательные шаги по наделению отдельных международных организаций несвойственными им судебными и иными функциями. Беларусь занимает принципиальную позицию по этому вопросу. Только Совет Безопасности ООН имеет право вводить санкции. Наша страна выступает против попыток любых государств подменять собой этот орган и в одностороннем порядке вводить экономические, торговые, финансовые и другие меры для достижения своих целей. Санкционная тематика требует совместных шагов Минска и Москвы на площадке ООН. Необходимо твердо препятствовать политизации действующих санкционных механизмов и узакониванию порочной практики введения односторонних мер, противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций. Уважаемые коллеги, убежден, что выводы и предложения по итогам сегодняшней дискуссии позволят продолжить эффективную, скоординированную работу наших ведомств на двустороннем и многостороннем направлениях. Благодарю за внимание. Продолжение следует...